Есть на иврите такое выражение хайп, когда ты, или это не на иврите, не рухашев, когда ты, вау, ты летаешь в облаках. Есть в иврите битой, я имею в виду хайп, это в англит. Ты, вот такой весь, ты попал на кенес, вот на такой, яладим, я вам говорю, на такое переживание, вы полностью накачались, ооо, я чувствую Бога. Это, я думаю, те, кто постарше, тоже периодически переживали такие вещи. Но потом проходит пару недель, и ты говоришь, ооо, я как в пустыне, нету, нету что-то. Почему там было, сейчас нет? Кодем коль, Бог дает такие переживания, периодически, пам-бэ, шана, или хат-си-шана, или יותר, это хорошо. Но на самом деле мы должны научиться слушать Бога, как сказано в Писании, вени тихого ветра. И когда мы учимся переживать Бога в обычной жизни, вот тогда мы укрепляемся, и это тмиди, это постоянно. Я верю в дары Духа Святого. Но нам важно быть аккуратными с этим. Я хочу вам прочитать. Это часть той проповеди, которую я готовил сегодня, в следующий раз, я скажу ее всю. Но это кусок стати, которую написал ортодоксальный еврей. И там есть очень много смысл. Он не понимает вещи, которые раскрывают Новый Завет. Но все остальное очень мебусас. Послушайте внимательно. Он дает толкование из Парашат Шавуа Шофтим. Было несколько недель назад. Это было в шавуа. И в Парашат Шофтим там говорится, что я вам поставьте у себя судей, и так относитесь с царем. И там потом есть небольшая кетта про пророков. В Парашат Шофтим есть, מדברים о, тасим лиха шутרים, шофтим. И потом есть кетта о небе им. Пророка поставлю им из среди их братьев, как ты, Моисей. Небе яким лиха мекарава ахеям. И вложу я речи мои в устай его, и будет говорить он им то, что я павилю ему. Это второзаконие 18, 18. Дворим. Дворим, Парк 18, Пасок 18. Я вижу, что это баварур, небуа про Иешуа. Но этот человек не верит в Иешуа, и он продолжает писать дальше. Пророки эти будут, как Моше, выходцами из еврейского народа. И так будет происходить из поколения в поколение. Небеи им эти будут, как Моше, и они являются в каждом дуру и дуру. Мям Исраэль. Мям Исраэль, они являются и являются в каждом дуру и дуру. И в Новом Завете написано очень ясно, что через Иешуа народы присоединяются к обитованиям, которые даны еврейскому народу. И тоже получают небуа. Я видел много, я лично видел много пророков не из еврейского народа. Я думаю, я больше видел пророков из не еврейского народа, чем из еврейского, в настоящее время. Нראה ли, что в последнее время, я видел много небуа, чем из еврейского народа. Я продолжал, каково назначение этого дара. Предсказание будущего это не самоцель, не демонстрация чьих-то возможностей. То есть пророк это не его цель. А я вам расскажу, что там в будущем. Если у него такая мотара, это проблематичный пророк. Он говорит, что пророчество может иметь целью повышения уровня самого пророка. То есть когда пророк пророчествует, он прикасается к Господу Богу, и это поднимает его. Рамб'ам говорит, что одна мотарь у него, когда он говорит, что он говорит, что он видит больше, он понимает дальше. Он видит больше, он понимает дальше. Пророчество имеет так же цель предупредить. То есть предупредить человека частного, или народ, или группу людей, что может быть так, а может быть иначе, если вы не изменитесь. И он влияет на наши последующие шаги. И это влияет на наши последующие шаги. Если пришла уже беда, и пророк начинает пророчествовать, Он дает указания, где нужно покаяться, чтобы привлечь с Небес благословение и изменения. Он дает дרכи, он дает нотив для исчезновения. И так же пророки периодически пророчествуют конкретным людям. То, что вы переживали там, в Норвегии. Я не разочарую, надеюсь, вас, если скажу, что это только самое-самое элементарное пророчество. Есть намного более глубокие вещи. Но всегда нужно начинать с самого начала. Есть такое выражение в Писании, это не в статье, это я говорю. Если вы будете искать меня, Павел говорит, то мы придем к Откровениям Господним. Шаул מדבר. Если вы учите, то мы сможем к Откровениям Господним. Я продолжаю читать статью. Так происходило в нашей истории. Больше тысячи лет еврейские пророки служили своему народу. Я продолжаю в книге. Так было в истории. В нашей истории, в более тысячи лет, Небесы вернулись к народу. Например, Ишайя и Иеремиягу предсказали падение Вавилона. Они говорили о падении Бавел. О падении Иудеи. О падении Иуда. О разрушении первого храма. О херес Бит Макдажа Решон. Они рассказали о поражении Египта. Они говорили, предупреждали еврейский народ о наказаниях, если не будет покаяния. И вот здесь он говорит, В наше время нет пророков, потому что они тогда все умерли до разрушения второго храма. Потому что он не знает Нового Завета. Павел в послании Каринфинах и в Римлянах говорит, «По мере веры пророчествуйте». Есть пророчество. Есть Небуа сегодня. Шаул говорит, «Лефия, лефия, лефия, миддата цорех, миддата иммунат. Миддата иммунат. Итнагу. Дальше статья. Пророк Иоэль говорит, он все равно верит, что в будущем это придет. И пророк Иоэль говорит, «Наши сыновья и дочери, наши потомки будут пророчествовать». И видеть видения, и взрослые люди с наведениями вразумляться. Помните эту цитату из Нового Завета? Теперь самое интересное. Наша тема, что такое пророчество и кто такой пророк с точки зрения Торы? Теперь дети, слушайте, все слушайте, внимательно. Пророчество – это дар, подарок Всевышнего. Это дар вручается далеко не каждому. Функция пророка непростая, нелегкая, функция наблюдателя с высоты, которые открывают последствия наших поступков. То есть пророк стоит в духе высоко, как бы Бог дает ему видеть ситуацию, чтобы указать правду. Рамбам говорит, что пророка может быть только человек большого ума и высокого морального уровня. Он всегда владеет своими страстями, и страсты никогда не владеют им. Он не занимается пустяками и погружен в познание Божественного управления мира. Я слышал, несколько из вас сказали, я больше не хочу заниматься пустяками. Я хочу приближаться к Господу Богу. Тора дает нам ключ к развлечению пророка от лжи-пророка. Тора дает нам мопотаж для зиуи в небе и в небе шеке. Лжи-пророк – это человек говорящий то, чего не слышал от Всевышнего, или говорящий то, что Всевышний не велел ему говорить. Небе шеке – это небе, который говорит о том, что не слышал от Всевышнего, что он должен говорить о том, что он говорит о имени Идолов. Пророчество – пророк проверяется по исполнению пророчества. Кроме наказаний, потому что наказание может не прийти, если человек покаяться вовремя. Пророчество – даже правду, но от имени Идолов, мы не должны слушать вообще. Потому что Тора говорит про это очень прямо. Пророк, который встает и говорит, что послан Богом не должен менять судьбы мира и творить чудеса. Небе, который говорит, что он говорит о имени Идолов, он не должен менять судьбы мира и творить чудеса. О, окей. От него не требуются, рассеки море, как Муша сделал. Он не должен менять судьбу мира, как Муша сделал. Или ему говорят, ну-ка, скажи, что будет завтра, или что у меня в правом кармане лежит. К сожалению, в наше время есть много людей, которые лжи пророки. И нам важно понимать это. Есть чистая небуа. Но Тора запрещает нам. Заниматься колдовством. Слушать всевозможных предсказателей, там, героскопы, шмороскопы, вы понимаете, чем мы говорим. Легасим для мегдей аттедов. Гадалок, шаманов, кудесников. Космот, космим. Толкователи, примет, заклинатели, магам. Так как написано. Отвратительен Господу всякий делающий такое. Котов, что Иллюхим сонек от каждого, кто делает эти вещи. Не такое дал тебе Господь Бог твой, но пророка из твоей среды воздвигнет тебе Господь. Не от зот натан לך Иллюхим, אבל Наби мекир биха, и тян לך Иллюхим. Слава Богу, некоторые здесь начали прикасаться к пророчеству. Я надеюсь, что вот этот страх будет ломаться и уходить. Но нам важно быть очень аккуратными. И если этот дар будет возрастать, то это будет большим инструментом для благословенной проповеди Евангелия Иешуа Машеха. И также это будет сильный инструмент для нашего личного исправления. Тикун שלנו, шипут שלנו, шинуи שלנו. Я продолжу эту проповедь через неделю. Я хочу помолиться, давайте мы все встанем. Господь наш Небесный. Я молюсь, чтобы все, что Петр и Йоэль сказали, чтобы ты наполнилась Духом Святым. Я благодарю тебя за эту поездку в Норвегию. И я молюсь, чтобы мы, те, кто там не были, тоже получили прикосновение Духа Святого. Я прошу, чтобы ты нас благословил тоже. Дай нам быть настоящими инструментами в твоих руках. Башем Иешуа Масхиах. Боим Иешуа Масхиах. Ивархеха, Едонай, וישмиреха. Иер, Едонай, панавелеха, ויחонеха. Иса, Едонай, панавелеха. Иесем לך шелом. Амин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok